Алло! Добрый день, Илья! Роман, привет! Рад вас видеть снова! Взаимно! Как дела у вас, Илья? Ты хорошо? Да, ничего, сейчас немножко полегче. В Новый год, конечно, полная жопа была. Ну, да. Пока страна восстановится, это, конечно, трудно, да. Да тут вообще там товары на том... Ой, ладно, я не буду лучше начинать рассказывать. Хорошо, Илья. У меня там такой вопрос. Насколько я знаю, вы знаете, мы работали на сайтах вашей фирмы. И закончили его примерно полтора месяца назад. Как я помню, из последних писем мы все сделали, что мы хотели вас, чтобы все устроило. Мы получили половину оплаты за стоимость и за сайт. Договорились о том, когда будет сделан последний платеж. Но после этого как-то у нас все зависло. Может быть, есть какие-то причины, о которых я не знаю. Почему? Да, тут, слушай, на самом деле, Ром, никакого-то секрета нет большого. Вот, у нас тупо сейчас денег нет на счету. Ну вот, как появится, я сразу оплачу. Я понимаю, что... А какие-то конкретные даты вы можете сказать? Ну блин, я тебя уже называл пару раз, видишь, и потом срывалось. Мне боюсь тебя так обмануть еще раз. Не знаю. Ну, то есть, а вот сами вы как оцениваете нашу работу? То есть она завершена полностью, вас все устраивает, то, что мы сделали, либо если какие-то остались замечательные. У меня есть... Я понял, Уля, что, мне кажется, есть такое ощущение, что вы что-то не договариваете, или боитесь, или опасаетесь, возможно, как бы, ну, разрешить на основную работу. Или можно переживать о том, что вы потом останетесь как-то один на один. Не, ну, слушай, я уверен, ты меня поправь. Я уверен, что если мы там найдем какие-то косяки, просто реально сайтом не занимались пока вплотную. То есть проблема в этом, что если мы найдем косяки, вы их поправите и после того, как проект будет завершен. Правильно я понимаю? Ну, конечно, если они как бы... Не, я в этом смысле это зря. Нет, я в этом смысле вам совершенно доверяю. Ну вот, и никаких подводных там причин, по которым мы не платим нету, кроме того, что вот сейчас нету денег. Так что в этом смысле ты не переживай. Вот, все нормально. Как только деньги упадут, я тебе скину. Да, но дело в том, что это уже не первое на нас разговаривание. Ну да, да. И хотел бы получить какие-то конкретные даты, возможно. Может быть там месяц. Ну смотри, ладно, если ты так прямо хочешь, чтобы я тебя назвал. 4 февраля мы ждем большой платеж, который нам должны. Вот. Это первая неделя февраля. И с той суммы я тебе смогу сразу полностью закрыть наши обязательства. Вот. Я уже даже, ну, ребятам из бухгалтерии сказал, чтобы они там ненароком не отправили. Ну вот. Я жду 4 февраля в понедельник этих денег у себя на счету. Ну это практически еще 3 недели получается. Да. Без одного дня. Это как раз 3 недели еще. А если как-то, допустим, до этого срока какой-то понадобой части вы могли бы оплатить? Ну смотри, ее сейчас нет. Если мне кто-то оплатит до этого времени, да, из моих должников уже по моим контрактам, я смогу тебе какую-то часть перевести. Но я тебе не могу этого обещать, потому что у меня нет стопроцентной уверенности. Вот. Видишь, там уже пару раз срывалось. Поэтому если будет, конечно, я тебе переведу всю сумму или часть раньше. Ну вот ориентироваться именно, ну чтобы так тебя не подводить, ориентироваться, я думаю, что нужно все-таки на четвертое. И раньше никак не получится. Ну еще раз. Ну зачем я буду повторять то, что ты уже сказал? Мне кажется, ты все понял. Ну я понимаю, да. Дело в том, что и так может получаться почти на 2 месяца. Ну понятно, да. У нас клиенты по полгода иногда не платят. Как-то выкручиваться приходится. Ну я, конечно, понимаю, что у вас, видимо, большой опыт в этом сфере. И как бы вы можете как-то смоневрировать, но у нас маленькая компания. И поэтому мы полностью отдались вашему проекту. Надеялись на то, что получим все вовремя. Даже пришлось людям зарплату не видать новогодние праздники. Потому что мы не смогли поговорить об этом. Поэтому хотелось, чтобы вы более серьезно, может быть, нам отнестились. Слушай, Ром, мне очень жаль, если там сложилось впечатление, что я не серьезно эту проблему воспринимаю. Я просто что-то подустал уже немного сегодня. Вот. На самом деле, понятно, что проблема есть. Понятно, что я тебя этим, ну можно сказать, подвожу. Чего уж тут. Вот. И если бы у меня была возможность, я бы тебя перевел. Но давай все-таки подождем. Хорошо. Какой вопрос. А если не получится 4 февраля и после, как мы будем поступать в дальнейшем? То есть если ну вот не получится и все. То есть наступит 4 февраля, допустим, завтра он наступает, мы с вами опять звоним, созваниваемся и опять получается, что вас там куда подвел или вы не смогли. Ну блин, это такая жопа будет. Я не хочу фантазировать на эту тему. Потому что если мне 4-го не придут деньги, я их тоже очень жду, то это будет такая проблема, что давай мы о ней тогда 4-го и подумаем. Ладно? Ну, да, конечно. Ну, договорились. Я рад, что понимаешь, что вы правильно. Основная проблема получается не в нашей работе, не в том, что мы что-то сделали. Не, Ром, вы на самом деле молодцы. Я вас даже готов порекомендовать. То есть до 4-го февраля как бы нас не верит. Ну, лучше не рассчитывать на это, чтобы еще раз не расстраиваться. Ну, это очень суперскорно шлютят. Блин, ну понятно. Я даже не знаю, как вам теперь поступить. То есть мы, получается, зависаем еще на 3 недели и больше 2-2 месяца. Нет. А скажите, пожалуйста, вот сайт, который мы сделали, у вас, получается, нет времени воспользоваться им, довести как-то до того, чтобы, ну, встроить его в ваш бизнес. Ну. Как-то вам приносить начало, приносить туда пользу, может быть. Поэтому вы пока не видите в нем ценностей, если он пока не работает на вас, не помогает вам как-то вашей деятельности. Ну, пока просто руки не дошли, как следует, чтобы я ответил на этот вопрос. А почему ты спрашиваешь? Ну, мне просто, как бы, когда мы с вами первоначально встречались, мы обсуждали, как бы было что-то так серьезно. Мы обсудили, как он будет приносить пользу вам, вашему бизнесу, клиенту, как вам будет проще завоевывать с помощью сайта. А потом получается, что у вас видно что-то изменилось и как бы руки не доходят. Я просто хочу вам помочь. Я хочу, как бы, понять. Но я могу понять, что да, у вас там поставщики, но дело в том, что если вы не чувствуете от него отдачи от сайта, от работы, которую мы сделали, то вам очень сложно, как-то, ее, скажем так, поставить фейерингент или как-то, как нам отрестись, ну, более серьезно. Я хочу, чтобы та вещь, которую мы сделали, она приносила вам пользу и работа. И, может быть, после этого приоритеты вы поменяете. Вот почему я говорю. Потому что три недели – это очень долго, на самом деле. И когда, может быть, ну, если, я не знаю, но на самом деле там уже все не сделано, он уже работает, я не знаю, поступают вам звонки клиентов с него и вы даже не контролируете этот вопрос. Ну, пока внимательно нет, ну, как-то начинаем. Мы займемся им плотнее обязательно. Я, на самом деле, очень рад, что вы так относитесь к своей работе. Это похвально. Я постараюсь, постараюсь какую-то часть вам перевести пораньше денег. Вот. А насчет сайта, насчет сайта, ну, вот мы сейчас начнем подробнее заниматься и было бы здорово, если бы вы нам, ну, какую-то помощь оказали. А когда у вас будет время, чтобы мы, или в силе встретиться лично, чтобы мы смогли, как бы, скажем так, подвести итог, подвести какую-то черту, то есть вот, что мы сделали, как мы можем это использовать, а, возможно, если какие-то вещи мы и не досмотрели, или, наверное, некоторое нужно улучшить для того, чтобы сайт более, скажем, более плотно вписался в вашу деятельность. Мы сможем наливать средства, допустим, на следующей неделе и, как бы, обсудить эти моменты, которые мы можем обдумать, и после оплаты кого второй части мы можем продолжить, как бы, работать над тем, чтобы, ну, сайт должен приносить пользу, это мое мнение. И если как бы за полтора месяца вы его не ощутили, не ощутили этой пользы, ну, которая прошла с момента, скажем так, нашего запуска, значит, нам нужно как-то, мы можем пересмотреть какую-то стратегию, может быть, больше времени не стоит уделять, может быть, не стоит объяснить вам или вашим сотрудникам, как его пользоваться. Ну, то есть, я имею в виду, что просто сделать сайт и бросить его, понятно, что за такую вещь сложно будет отдать в том же сфере. Да, что-то отрубилось. Я говорю, что просто как бы сделать сайт и отдать его, и оставить клиента один на один не имеет особого смысла. Сайт должен работать. И если вы пока не работаете, за эти полтора месяца, которые вы прошли… Не, я понял. Ну, что, это все логично. Давайте тогда по поводу сайта в любом случае поговорим на следующей неделе. Вы тогда подъезжайте к нам, назначим встречу, обсудим подробнее. Я там со своей стороны каких-то ответственных назначу. Как-то двинем, а то у нас все руки не доходят. Ну, там, здорово, что вы нас подтолкнули. Ну, так, ну, какой-то последний толчок для того, чтобы он… Окей. Ну, окей. Давай так и сделаем. Так вот, возвращаясь к теме нашей беседы, я так понял, что какую-то часть вы все-таки сможете оплатить нам дольше? Ну, слушай, я тебя сейчас сумму не назову, я очень постараюсь. Ну, скажем так, могу ли я рассчитывать, что в течение трех дней какой-то часть платежа от вас поступит к нам на счет? Ну, давай я тебе об этом завтра скажу, ладно? Просто сейчас не готов. Хорошо. А, допустим, в такой момент, как бы, может, там у вас бухгалтер поменялся или каких-то данных там у него нет. Ничего не изменилось в этом плате? Да вроде не, все нормально. Хорошо. Хорошо, Илья. Ну, тогда я… Ну, давайте, как бы, возьмем такой итог нашей сегодняшней беседы о том, что вы постараетесь до сего-то февраля какую-то часть суммы нам перевести, а на следующей неделе мы договоримся о встрече и придем уже сядем вы, ваши сотрудники ответственные, которых мы назначим, и доведем до логического завершения и пустим сайты вашу фирму в далекое плавание. В далекое. Не, ну окей, я согласен, что логично все. Хорошо, Илья. Спасибо большое вам за беседу. Ага. До свидания. Спасибо, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.